Нет, я думаю, что я пойму, какую проблему адеквативной индустрии помогает решить рекламу. Вам обозначили несколько решений. Проблема – это первая – занятость населения, вторая – налоги и бюджет, третье – сохранение традиционного ремесла, создание условий для развития туризма. А нужно пояснять, да, каждое? Да, да. Тесняющий сегодня не пришел. Да, у нас сегодня нет тесняющего. Мы не все специалисты принесли. Так, я, честно, не помню. А давайте мы, ну вот, вы же только что рассказали, у нас, в принципе, у нас просто нет человека, кто в этом компетенте. Ну, и пояснить особо мы, наверное, не сможем. Будем говорить о том, что знаем, да. Давайте вот про то, что вы понимаете, знаете, принесло отдельное. Да, да, да. Хорошо, давайте я, раз уж у меня микрофон, то я про фэшн. Начну. Что? Нет, все, все. Все, уже. Так, какую проблему решает фэшн-индустрия? Это, конечно же, доход в республику, благодаря тому, что будет развиваться производство одежды и другой продукции текстильной. Естественно, это проблема занятости, потому что производство будет развиваться, и будет требоваться персонал. В-третьих, у нас есть фабрики, которые частично не работают, которые десятки лет назад активно были востребованы, и благодаря развитию фэшн-индустрии они могут быть возрождены в нашем городе, и, соответственно, тоже создать новые рабочие места. И какие-то мероприятия правильного развития фэшн позволят объединить крупные бренды, которые уже есть в нашем городе, для того, чтобы создать, как вчера говорили, какую-то одну большую корпорацию, которая могла бы составить, заменить зарубежные корпорации. Надо ли пояснять еще этот пункт? Ну, пока не надо. Давайте, конечно. Так, какие конкуренты? Ну, это наши ближайшие соцсети в Египетинбурге очень хорошо развиты фэшн-индустрии, и в Казани. Мало знаю про другие регионы, но вот именно эти. у меня как бы первыми сбывают конкуренты, потому что в Египетинбурге очень много локальных брендов-дизайнеров, таких достаточно популярных, известных на Россию. Много брендов там зарождаются, и есть мероприятия, такие, типа фэшн-маркеты. В Казани тоже есть фэшн-маркеты. И поэтому мы их выделили главными конкурентами. Какое же у нас конкурентное преимущество? Во-первых, у нас уже есть фабрики производства, да, которые сейчас частично пустуют. Их не нужно устраивать заново, их просто нужно реанимировать и наполнить жизнью. У нас уже есть сильные бренды, у которых выстроен хорошо маркетинг, которые активно развиваются на Россию и за рубеж. У нас есть относительно недорогая рабочая сила, потому что уровень зарплат ниже, чем в старейших регионах, ну и в соседних, в том же Екатеринбурге и Казани. А еще, это как я сегодня шанс написала, у нас еще есть очень изголодавшиеся по моде и различными фэшн-маркетингами люди, которые для того, чтобы гумнуться в эту атмосферу, вынуждены уезжать в другие большие города, в соседние. А мы сами проводим такие мероприятия своими силами и люди очень хорошо на них реагируют. То есть наши силы не хватает для того, чтобы открутить всех желающих принять участие в каких-то фэшн-событиях. У нас уже есть тенденция к объединению всех участников в фэшн-индустрии, то есть такая настроенная практика в коллаборации в социальных сетях, в фэшн-сообществах отдельных, когда объединяются стилисты, те, кто производит одежду, те, кто фотографируют, объединяются, проводят какие-то совместные мероприятия, в этом же активно принимают участие в бизнесе. То есть такая практика уже есть. Вот. Еще что-то? Все. По этой теме все. Хорошо. Другое направление. Культурное наследие. Из проблем мы прописали это сохранение и материального культурного наследия, то есть сюда мы относим как фольклор, так и все храмы, музеи, и объекты культурного наследия, которые расположены в территории региона, не только в городе Ижевск. Это дополнительные рабочие места. Инвестиции. Мы писали про проблему, что недостаточно инвестиций, которые бы помогали в дальнейшем сохранять и развивать объекты культурного наследия, потому что на некоторые просто без слез не взглянешь, и очень обидно, что они расположены даже в центре города. О них мало кто знает, и, конечно, здесь момент такой, как привлечение внимания населения, как региона, так и внимания населения соседних регионов, и решение проблемы в виде развития туризма. То есть здесь мы хотим сказать про то, что уже коллеги говорят про какой-то позитивный опыт, который имеется, и здесь, если говорить про позитивный опыт, про культурное наследие, здесь, наверное, можно сказать про национальную самобытность и, например, те же бабушки из Буранова. Я не говорю «бурановские бабушки», потому что тот человек, который ездил в Баку, он сейчас называется по-другому. Действительно, к ним они создали свой музей бабушек, приезжают к ним, а на чем они основаны, они продвигают культурное, нематериальное наследие нашего региона. Это песни фольклора, это песни национальные, народные в Удмуртске. Это наш национальный герой Том Бабай, это, если северную Удмуртию мы берем, то это Том Тедор и Днакар. И также Центр Удмуртской культуры, которая существует по всему региону. К нам приезжают гости из больших городов, чтобы понять, что такое жизнь в Удмуртской деревне, жизнь в обычной берегушке. Из конкурентов мы прописали абсолютно все национальные регионы. Ну, в первую очередь мы прописали наши соседи, это Станбашкия, Финнонгольские, это Коми, Мариел, Чуваши, так, Чуваши это тоже туркские. Вот, мы понимаем, что культурное наследие, оно есть абсолютно в каждом регионе, и бренды можно считать абсолютно всех. Но какие-то свои бренды в виде культурного наследия, у нас все равно имеются. И с преимуществом мы, конечно, можем обозначить свою национальную самобытность, географию местности, как предлагали коллеги, позитивный опыт, который имеется. И в процессе наших обсуждений мы подумали, как было прекрасно, если вы выдумываете, возможно, даже в Ежевске был создан свой дом национальности по типу Дома Дружбы Народов, но который представлял такой лутурбай, кто знает, тот поймет. Но там, где будут обозначены не только худгурская изба, северная, южная, без семьяни, а, например, дом татар, дом морийцев, дом коми и так далее. И, возможно, когда любой житель страны, ему было бы интересно приехать к нам, было бы интересно посмотреть, абсолютно, ну, Россия была бы национальная, посмотреть, как проживают те или иные национальности в нашем регионе, либо как проживали. Про какую проблему решают? Проблему то, что некуда пойти нам, самим жителям, не только чужие, то есть жители других регионов. У нас тоже есть вопрос, куда нам повезти там своих детей, куда пойти самим выходной. То есть это культура отдыха, культура общения и воспитания и развитие молодого поколения. Добрый день, я немножко добавлю. Я уже все время приезжала по развитию и предложению этно-сознания, как такое этно-деревьеское, желание, с новостными событиями, и пройти, если, допустим, за три дня, какой-то цикл приготовления, как от пищи до знакомства с животными и так далее. Маленькая аналитика. Я бываю на последние два года, у меня есть друзья в гостиничной бизнесе, проанализировала, что огромный поток туристов, большие новогодние праздники приезжают к нам. Это жители семьями из больших городов. Москва, Санкт-Петербург, миллионниками. Приезжают, заселяются. Создают простой вопрос. Что интересного в Ижевске? На что получаю простой ответ. Они не в Ижевске. Они едут в корабль. И живут, находят буквально семьи. Поселяются с семьей в простую деревню, в простой дом. И проживают, ну, минимум три дня. Моются в бане, знакомятся с обычными и так далее. При этом это люди не только, которые занимаются этникой, фольклором и так далее. Это интеллигенты. Абсолютные интеллигенты, которые отсюда вдохновляясь уезжают и так далее. Это про один момент. Про второй момент, который я вчера много слышала. И как пример, я уже скажу. Про нет такой большой сценической какой-то площадки для реализации какого-то исполнительского мастерства, мастерства современного, молодежного. Нет каких-то больших, они есть. Но это локально, разрозненное и так далее по демонстрации изобразительного искусства. Развитие молодежного направления, различных, хиппи-не-хиппи, это сейчас уже не современно, но все-таки. Меня очень вдохновил, буквально пять лет назад, пример города Москвы. Есть у нас вроде бы место, но нет инвесторов, может быть, и так далее. Зачем изобретать велосипед, когда у нас уже он есть. Это первый частный центр развития современного искусства винзавода. Город Москва, если кто-то слышал. Уникальная площадка на базе заброшенного винзавода. Инвесторы разработали, сохраняя архитектурную стилистику внешнюю, сохраняя суть винзавода, даже залов, галерийных, выставочных залов. Выставочный зал красный, выставочный зал белый и так далее. Можно познакомиться, есть официальные сайты и так далее. Реализуются самые интересные проекты по развитию современного искусства. Как детского, так и молодежного. На этой территории много выставочных залов, много художественных мастерских, которые абсолютно бесплатно предоставляются талантливым художникам. И организуются, зарабатывают, конечно, на организации различных выставок, по любым направлениям искусства, начиная с архитектуры, изобразительного искусства и так далее. Закрытых кинопоказов и открытых кинопоказов, экспериментального фильма. Детские различные показы, как морд, так и взрослые, там отдельная зона. С кафе и так далее. При этом они на различных табличках и так далее, и так далее. Вот это как культурно назвали, как памятник линзавода. Они сохраняют. Большая территория, прилегающая вот к двору, там, конечно, заходишь через завод, к двору и так далее, они организуют различные этно-фестивали. Сохраняя, развивают и делают, и благодаря вот этому пространству, делают современные вещи для молодежи и интересные вещи. Территория у нас есть такая. Хорошо развиваются центральные площади. Парк, горько вот, где много есть, и тоже историческое здание. Большой завод, красивый, потому что мы все-таки промышленный город, город Ижевск. Мы город оружейников и так далее, и так далее. Но есть у нас уже посочетки, я пока так называю, развитие современного искусства. И как здесь уже прозвучало, нужно объединиться и сделать это в каком-то в одном привлекательном месте, вот сохранить эту историческую часть. Ведь что сделала Казань? Я в Казань училась. Они сохранили Валмана, когда тысячелетие города Казани, сделали ее, сохраняя, очень привлекательным и современным. Поэтому вот на этом, боже мне кажется, для города Ижевска надо подумать. Потому что да, есть фан-зона у нас в парке Кирова, есть у нас в галереи. Я знаю, что около Святого Михайловского собора в книжном магазине собираются сообщества юных художников. Они изучают различные техники и могут научить простого книжника, будем так, любителей книги, научить рисовать, познакомить при этом через современную методику и технику наложения краски, познакомить еще кто такой Пикассо и так далее. И это интересно как молодым, так и взрослым. И таких клубов сейчас, и таких офисных, как Трифон и так далее, их достаточно. Но нужно это сделать как-то более нажданно, что-нибудь сложиться. И куда бы я не только приходила, как, извините меня, покупатель большой Петровский, но я там нашла еще и другое для себя духовное, современное, интересное. Это моя большинство. Я скажу про Вильзавольфу, как прожить, потому что я 4 года прожила в Москве, работая, участвовала в Институте комбинации и современное искусство, и у меня картины участвовали в Лондоне на аукционе «Филипс». Однако не выходят спонсорные, другая обитания. То есть, я про то, что действительно, уже все нужно делать музей, посерьезно, но это должен быть музей или пилерей на пространство. И дополнительно к этому формат творческих лабораторий, арт-мастерских, где и молодые могут экспериментировать. То есть, наравне с художественными школами, чтобы были арт-выгарбе, где они могут экспериментировать, изучать другие направления в искусстве. То есть, современное искусство, а не академическое базово. И должны появиться... То есть, эта же студия, она может быть и для взрослых. То есть, те люди, которые, изучая историю искусства, приходят в галерейное пространство и понимают эту же живопись, то есть, переосмысляя ее. Не так, что он пришел и говорит, что я этого не понимаю, а то есть, как бы, это тоже большой класс знаний, с которым надо знакомить людей. И это про развитие массового такого восприятия живописи или скульптуры, то есть, инсталляции разных медиа. То есть, с этим надо знакомить. И для этого должны быть и площадки. И площадка для того, чтобы это все проводить. Ну и вот как на лицеводе, да, то есть, может быть, скились на лицеводе. То есть, там есть еще и книжные лавки, да. У нас появилась книжная лавка «Диабай». И еще появилась в музее «Изо». Там есть полки, где можно почитать книжки про современное искусство. То есть, зрители уже могут взять, прийти, почитать, познакомиться с литературой. Вот. И если таких площадок для людей будет больше, то есть, более доступно, то есть, не надо прийти в музей для того, чтобы это все почитать. А если они приходят на мастер-класс, и тут же есть полка, то доступ будет более открыт, что ли. Вот. А если еще есть магазин при этом, при всем, да, то есть, то доступ другой будет. А если бы в этот магазин еще занести, там, не знаю, футболки какие-то, то есть, элементы брендовых известных художников, плюс ренесла, тогда это был площадка, как раз комплекс, который все это объединит. А при чем там еще и проходит, вот, допустим, брендовая одежда и мастер-класс? Сразу консультируют, чего и так далее открыто. Сейчас это популярно. Ну, и потом еще должны быть творческие студии для элементов, для художников. Потому что у нас есть не только художники, которые пишут красные, да, есть художники, которые используют разные медиа, то есть, соединяя, например, видео и инсталляцию, например, да. Есть художники, которые работают чисто с фотографией и считаются художниками, потому что они используют разный язык, высказывающийся. И, ну, то есть, эта лаборатория, она должна нужна быть. Не так, что только коленея, только мастер-классы. И причем мы ведь еще здесь закрываем другую подзадачу, о которой мы долго, мы с вами уже вчера и сегодня говорим, это уровень образования. Уровень образования, уровень восприятия внешнего мира в любом его проявлении. В любом. И не важно, какое нравится, оно мне не нравится, я черный квадрат до сих пор здесь не понимаю, но все-таки черный квадрат, но и в Африке черный квадрат, понимаете? А когда мне рассказали, что надо сначать, я немножко на это стала смотреть. То есть расширяются границы своего восприятия внешнего мира. Какие центры, обучающие, развивающие, они должны, мы должны в каждой сфере, и креативно в том числе, дополнять друг друга. Это моя честная. Спасибо, я помню тебя хоть немножечко. Посмотрите, профессия, поднимите, кто из вас, как только открыть рынок зовут? Не хватает инвесторов, мы и говорим. Нет, не против, я просто прямой вопрос. Молодец. Правильно, правильно. Инвестировать, я вижу, что такое. Да. Посмотрите, то есть, есть человек, который, я сказал, поднял руку, да, то есть, но мы здесь в основном, да, то есть, думаем за других. Да, то есть, поговорим, что нам нужен битзавод, нам нужен какой-то формат, нам нужен какой-то такая же штука, и когда много частностей, например, мы должны создать одну деревню, то есть, мы в каждом лечении слушаем проект на деревне, то есть, это, наверное, замечательная штука, не знаем ее цифру, потому что мы туристы как-то не сильно оценивали сочетание границов на эту службу. Вот, но давайте как-то размышлять, как бы, фокус сделать так, что нужно сделать, чтобы системно появилось, вот такие, которые подняли руку, да, здесь, да, то есть, могли это сделать безбарьевно, как бы, в лунг-муфте, да, то есть, могли спокойно, как бы, найти инвестиции на это, какие-то добавить свои инвестиции, почему, потому что, как бы, то есть, фокус тогда такой, то есть, если мы хотим такие же линзоходы, а у нас уже есть какие-то креативные пластыры, которые в Ближевске развиваются, нам нужно тогда подумать, как ввести в экономический оборот, новый, да, то есть, там, городской, я-то, недельной, неликвидные производственные площади. Да, неликвидные производственные площади. Тогда мы тогда будем с вами системно думать, что нужно сделать, что предложить, какие уроки, да, что предложить местным властям, которые из-за этого, что предложить инвесторам и бизнесу, которые должны, вроде бы, вкладываться в это, да, чтобы это была действительно стратегия быстрого роста или, там, какого-то роста, то есть, ну, с какой-то характеристикой. Потому что, если мы говорим в частности, эти частности, ну, должен кто-то тогда услышать. Мы тогда должны в стратегию ввести какие-то новые частности, то есть, человек выбирает, а, я этот проект я хочу, а мы должны создать рамку, чтобы вот таких вот разных условных бензомодов с разными форматами, да, было легко сделать. Это вот там, например, в самой Зармаре сейчас, да, задумывалось о том, где у них очень большой как раз опыт того, что капитализация старых зданий, да, то есть, опыт ОКН, да, с которыми мы еще очень сложно работать. Вот. То есть, они сейчас задумываются, как сделать из этого технологию, чтобы это не только в Зармаре работало, но вообще в принципе в стране работало. То есть, вот ставьте себе такую вот амбицию, да, то есть, потому что, ну, не нужно, как бы, думать за руки, что они должны создать, а нужно помочь, как бы, ну, рамку создать, чтобы одним их обоих существует. Если мы не сами являемся интересными в этот проект. Да, я хотела в ту самую сторону, про которую вы говорите. У нас на самом деле есть такая программа, и сейчас ведется прям плановая работа по реставрации зданий, которые с башнями, которые сгорели. Уже разработана концепция. Еще не до конца додумано, что там все, ну, так скажем, по этажам 20 тысяч квадратных метров, но еще не знаю, почему-то это концепция помнит. Да, ладно, да. И, соответственно, понятно, что вопрос встанет еще чем наполнять. Инвесторы, конечно же, есть, но не все площади они захватывают. У нас, по сути, сейчас задача даже не в том, чтобы такое место создать, а что-то предложить, потому что, ну, с нашими какими-то стандартными вещами, конечно, туда не зайдешь. Инвесторы мне интересны, потому что мы, например, пилим, красим, в принципе, это сморгает, да. Вот, собственно, концепция есть, если кому-то интересно, это тоже самое, что организовод, но еще и с техническим направлением, дополнительно, второй класс, потому что там километры, что мы замещаем. Я про инвестиции немножко. Мы с... Если говорить про инвестор, это же система галереи. То есть там минимум 10 галереи, которые работают на продажу современного искусства. И вот если вы же все хотите, то можно начать с того, что начать продавать искусство, можно связаться фраз с людьми, которые организуют опционы на Москве, и начать такое инвесторинвестирование в современное средство, в общем, тем самым, и искусство, и появляется бюджет в городе, в этом регионе. И дальше, это может быть, какая-то часть, какой-то процент из этого может пойти на развитие такого кодезавода. То есть, если это делать постоянно, то есть не одноразово, это такая вот вещь, да, пришел опцион и заход в Москве. И тогда будет и популяризация авторов, современных, и развитие инфраструктуры города. Я скажу про последнее направление, которое мы выберем, это экологическая инициатива, и, возможно, тут как раз будет такой формат, что я являюсь предпринимателем, и как раз из той сферы, что мы не рассуждаем, и что нужно делать, кто это будет делать, мы берем, мы это и делаем. Что решает экологическая инициатива, какие проблемы? Мы знаем, что в 2019 году был создан национальный подписан национальный проект «Экология». В 2024 году должны быть достигнуты определенные показатели во всех крикинг страны. Я извиняюсь, сейчас такой у нас формат. Мы, может быть, сейчас работаем и все внимательно друг друга слушаем. А кофебрейк у нас будет попозже. Мне очень сложно говорить в параллели. Ладно, я слушаю. Нет, мне бы хотелось у нас коллективная работа, и было бы здорово, если мы все тут друг друга слушаем. И на сферку будем занимать несколько задач, и эти задачи нужно выполнять каждый регион, в том числе и в Муртии, и другие регионы. Одной из первых задач это снижение отхода образования, это достижение определенного уровня сортировки и переработки отходов. И еще есть несколько задач. А я возьмусь именно за то, за эту первую. Мы сейчас создаем проект, который называется «Своп-маркет. Давай меняться». Это пространство по обменам вещами. То есть люди могут приносить вещи, сдавать вещи в отличном состоянии, те, которые им не нужны, и могут что-то получать взамен. То есть мы посчитали, что за один месяц нашей благотворной работы, а у нас уже в городе пять скоп-маркетов таких, на мусорные полигоны Буртии не попадают 14 тонн потенциального мусора. Кроме того, мы принимаем текстиль на переработку. Я уже говорила вчера о том, что нам хотелось при определенной поддержке организовать переработку и здесь, потому что потенциал очень большой. Кроме того, что мы снижаем отходы вызывания, занимаемся сертировкой, это огромная платформа для креатива в том числе. Мы можем, если привлекать дизайнеров, художников, людей, которые умеют шить, рукоденец, у нас таких очень много средств, которые к нам приводят. Можно создавать свои апсайл-бренды, можно находить себе какие-то материалы для творчества, это огромный выбор. И кроме того, если на региональном уровне с поддержкой государства заниматься вот этим направлением, то мы еще можем привлечь регионные зеленые инвестиции. Если вы слышали, какой есть ESG стратегия Environment Social Governance, где если регион соответствует, есть пир-рейтинг РАЭКС, и если мы на каком-то определенном рейтинге, на высоких позициях находимся, то в регион могут поступать еще дополнительные инвестиции. Вот. У нас есть свои преимущества, у нас есть достаточно серьезные переработчики, и даже наш бренд, который называется «Слоу-маркет Давай меняться», у нас пять уже таких слоу-маркетов в Иржевске, есть в Игре, есть в Откинске, и огромный интерес у всей Федерации. 26 апреля я еду в Москву с этим проектом, буквально сейчас мы завучили договор по Питеру, в Питере будет открываться этот проект, и у нас уже подготовленная почва в этом плане, и планируем провести большой конкурс с апсайклингом «Трейд и Дрэдж», где если сейчас даже есть кто-то слушает, дизайнеры, те, кто занимается перешивом, шитьем, могут брать в наших мемаркетах какие-то вещи, перешивать и делать какие-то арт-объекты, в том числе. Вот, и у нас еще был вопрос о конкуренты. Конкуренты у нас, конкуренты есть, да, ближайших, ну, если брать переработчиков в этих стилю, это Перемь, Иваново и Москва, вот, в принципе, это все на российском рынке больше нет, поэтому есть куда развиваться. Я бы сказала, мне наши пока не конкуренты, даже об помощники, мы с ними сотрудничаем. А конкурентное преимущество, что у нас есть сильные переработчики, есть сильные бренды, и мы можем, в принципе, это пользоваться. Спасибо. У меня тогда, наверное, будет такой комплексный вопрос по модной индустрии в части как раз обзайдинг и в части собственного числа производства. Вот вы говорите, у нас конкурентное преимущество, есть пустые квадратные метры старых производственных мастерских, ну, там, фабрик. Вопрос такой, вот, про обзайдинг, я услышал, есть переработчики, прям заводы, которые люди держат в самом муртии, и, собственно говоря, этим занимаются профессионально, и прочее, и прочее. И, наверное, явно работают не только на одну муртию, но еще на каких-то ближайших регионах, в том числе, скорее всего. Вот, ну, или, во всяком случае, тоже стремятся их как-то охватить. А вот с точки зрения производств одежды, фурнитуры, муртии, в этом смысле, есть что? Или бороды отшиваются где-то в других местах? Нет, я не отшиваю, бороды, большинство отшиваются в муртии, они в основном связаны с производственным оборудованием, но, вот, какие ограничивающие факторы развития? Во-первых, как про премокадров, да, то есть, вчера я задевала этот вопрос, что у нас нет настроенной системы образования в этом отношении. И вторая проблема, то, что не хватает, да, средств для того, чтобы расширять, ну, наращивать свои объемы. То есть, маркетинг сильный, а никто украдывает больше, но, так как цикл производства одежды достаточно длинный, нужны инвестиции не только на оборудование, да, там, аренду площадей, там, большие инвестиции на материалы и так далее, да, то есть, они пока вот эти вопросы решают. Те проекты, про которые я говорю, они развиваются буквально в течение пяти лет. «У них очень большой высокой констатки», я вижу, что они будут дальше идти какими же темпами. То есть, они все начинали вот в 2016 год, и сейчас они как бы увидят тоже свои возможности. Мы недавно, буквально, там, меньше месяца назад создали также, там, общий чат «Телеграмм», и уже собралось около 70 производителей одежды, то есть, разных масштабов, да, и среди них есть и владельцы крупных производств, и поменьше, и маленьких отелье, которые отшивают на них мелкие серии. То есть, люди готовы развиваться, выходить с предложениями, с какими-то, то есть, разрабатывается общий документ, с которым планируется выйти к администрации, то есть, к облике. Вот это. Я не производитель, поэтому всех тонкостей я не знаю. Я могу со стороны образования только осветить планирую. Хорошо. Вот. А по поводу культурного материального и нематериального наследия вопрос. Смотрите, я задам его вот таким образом. Вот вы говорите, что нужно популяризировать бренды, и все, и для этого, нам кажется, нужно создать там, это на деревню, это на поселок, это на дом. Можно как воду называть эту сущность. Она по своему инфраструктурному формату может быть в очень разной форме, но сутяло она одна и та же. Вот. Вопрос такой, а как вообще, вы сказали, вот есть семьи, какие-то интеллигентные, приезжают, живут, прочее, чем-то знакомятся, вот как вообще в принципе внешний мир узнает о существовании Гутмурской республики, и что там есть что-то, ради чего стоит туда приехать и познакомиться с местной культурой. Это республика, радио. Ну то есть никак. А хотелось бы, чтобы это было организованное продвижение. Я просто вас наталкиваю мысль, то есть той части, когда мы сейчас перейдем к третьему такту, понимаете, но подумайте. Вы приводите пример бурановских барошек, условно говоря. Вот это на самом деле инструмент, на самом деле делали не баранские барошек, они эффектов было больше наверняка. Потому что вообще узнали,